привет всем привет взял я пластиночку фрэнка заппе под названием hot reds говорить о фрэнке заппе а также слушать его пластинки можно вообще-то всю жизнь посвятить этому все свои земные годы и этого будет недостаточно потому что ну у него собственно говоря альбомов не так много всего порядка 60 на сегодняшний день есть группа у которых и побольше но настолько все эти альбомы глубокие настолько там всего много настолько они интересны и каждый раз только делается открытий при каждом прослушивании что я повторюсь жизни не хватит на то чтобы изучить все что записал придумал спел сыграл фрэнк заппа наш дорогой любимый человек это не он кстати говоря я какое-то время думал как многие что это фотография фрэнка заппа здесь вот и здесь нет это не так эта девушка я не помню как ее звали это девушка из фан-клуба которую одобрил заппа одобрил и девушку одобрил и фотографию вот эту в психоделических кислотных цветах хотя психодели он не любил он не любил хиппи не любил психоделию но здесь ему приглянулось сначала немного прозы альбом вышел в шестьдесят девятом году собственно и записан в шестьдесят девятом записан на 16 дорожечный магнитофон что было редкостью на тот момент времени что позволило заппи создать небывалый оркестр минимальными силами например я нам дер вот его старый приятель по группе мадосов инвеншн который на момент записи этого альбома не существовало уже он распустил коллектив заппа я имею ввиду потому что коллектив требовал больших вложений заппа всегда платил музыкантам в моменты простоя в моменты концертов моменты репетиции они все получили зарплату которую заппа из своего кармана им выдавал в пластинке продавались не очень группы мадосов инвеншн поэтому заппа распустил коллектив это седьмой альбом уже шестьдесят девятый год я напомню седьмая пластинка фрэнка заппа вторая сольная все остальные были с группой the мадосов инвеншн записаны но это вот сольник потому что группа пошла далеко остался один ян андер вот из группы the mothers of invention который здесь играет за девятерых музыкантов мало того что он играет несколько партий клавишных на фортепиано на органе на разных других клавишных инструментах которых я не помню какие там еще были использованы там такой шквал звуков что трудно вычленить что-то конкретное можно баснику поставить и слушая одновременно говорить но я не могу этого сделать потому что ну потому что я не ставлю музыку в своих роликах вот так вот помимо того что он играет наложениями много-много партий он играет на массе инструментов он играет на флейтах играет на саксофонах играет как я уже сказал сказал на клавиш на клавишных разных играет на перкуссиях всяческих и много-много-много на чем еще за девятерых артистов работает один парень а фрэнк заппа поет это шутка он не поет здесь поет здесь каптан бифхард его приятель и можно сказать друг на тот момент времени и играет на гитаре это что касается прозы да альбом посвящен рождению сына фрэнка заппа дуизила который благополучно до сих пор порадует нас своим творчеством в общем в тяжелом финансовом положении с дорогим 16 канальным магнитофоном который был сделан на заказ для заппа инженерами голливуда и стоил больших денег очень которых у заппа никогда не было на самом деле он всю жизнь жил в долг занимал деньги для выпуска новых альбомов новые альбомы что-то приносили заппа опять занимал деньги чтобы записать еще круче еще богаче еще серьезнее нанять оркестры что ему удавалось все таки и все это вот так вот крутилась 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 я знаю ряд кинопродюсеров которые ведут такой образ жизни снимают при этом блокбастеры очень хорошие грандиозные которые приносят огромный доход но этот доход весь уходит в долги на следующий проект приходится снова занимать это обычная жизнь на самом деле ничего страшного нет зато после смерти заппа все его наследие его 60 альбомов приносят по сей пору доход семье что очень даже хорошо на чем мы остановились на 16 канальном магнитофоне и на долгах фрэнка заппа на этом вся проза жизни заканчивается потому что эта пластинка но кстати говоря она входит в список а точнее не в список а в книгу есть такая книжка тысяча один альбом которые вы должны услышать перед тем как умереть это оттуда это как раз одна из тех пластинок одна из тех тысячи одной пластинки которые вы должны услышать до того как умереть и тогда можете умирать уже совершенно спокойно так вот проза на этом заканчивается начинается музыка запи удалось сделать фантастическую штуку ему удалось сделать чистую музыку то есть что я имею ввиду что когда слушаешь записанное здесь произведение перед глазами в сознании в душе в мозгу не возникает образа музыканта с саксофоном или музыканта с гитарой или музыканта за барабанами или музыканта вообще с каким-нибудь инструментом чистая музыка идет многие говорят что эта пластинка с сильным креном в джаз для тех кто не любит джаз а любит чистый гитарный зверский рок я скажу не бойтесь слушать эту пластинку потому что джаза здесь вы не услышите здесь я еще раз повторю играют например два саксофона или три саксофона даже одновременно но перед глазами не возникает прокуренного джазового клуба где толстые черные парни дуют в блестящие медные трубы смысле трубки смысле саксофоны здесь саксофонов нет также как нет гитары нет ударных нет баса нет клавиш нет ничего здесь чистый звук который идет непонятно откуда запи удалось сделать эту штуку это гениально на самом деле потому что нет привязки к конкретным людям конкретным инструментом наслаждайтесь чистой чистой музыкой звуки непонятно откуда непонятно как они рождаются печи санригалия первая вещь четыре минуты блестящее совершенно произведение каждый такт меняет все 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 по-разному все все ярко мажорно быстро драйвово очень мелодично никакого авангарда никакого модернизма никакого абстракционизма как сказано в одном фильме мелодично понятно внятно безумно круто при этом безумно сложно но слушается очень просто и легко печи санригалия пьеса которую запа исполнял много-много раз на концертах считается одним из лучших произведений запах хотя всего четыре минуты я не знаю я поспорил бы потому что запам масса прекрасных произведений кроме печи санригалия далее идет вилле де пимп вообще другая музыка совершенно не похожи да стиль печи санригалия определить я не могу потому что звучит грандиозный такой фьюжн оркестр с духовыми с клавишными с басом с барабанами с гитарой со скрипкой все это вместе все ярко переливается и очень быстро очень драйвово и очень затаскивает очень тащит за собой вилле де пимп следующее полотно которое начинается со скрипки жанна люка понти на минуточку с короткой фразы которая задает сразу настроение и является таким рефреном всего полотна да и начинает петь каптан бифхард своим умопомрачительным жестким хрипящим ревущим голосом поет он недолго и вступает гитара фрэнка зап которая не выглядит как гитара то есть слышно что играет гитара но не представляется человек который вот это вот вот зарубает тут запа не зарубает он играет почти семиминутное соло гитарное удивительного качества каждая нотка на месте это не просто соло которые вот запиливают металлисты или там хард рокеры вышел на сцену и падая на колени начинает что-то такое что-то такое быстро играть за поиграет быстро играет точно четко 7 минут ни разу не повторяясь все время развивается мелодия импровизация придуманная дома и тщательно отрепетированная можно так сказать играет интервалами с прекрасным звуком много интересно раскручивает и закручивает обратно очень хорошее полотно ну и жан-люк понти здесь у него нет ни жан-люк понти здесь другой скрипач играет но играет быстро много и здорово не хуже понти сонов мистер грин геннс я пропущу в описании своем перейду на вторую сторону сразу little umbrella с пьеса который начинает вторую сторону она звучит сначала как похоронный марш в новом орлеане а помните фильм такой был веселые ребята когда джаз бэнд которым негде было репетировать репетировал изображая похоронный оркестр когда меня на музыкант посмотрели они играли похоронный марш когда люди отворачивались они начинали играть веселую пьесу вот little umbrella с это тоже ровно самое начинается с неорлеанского похоронного джаза потом вдруг переходит в невиданной красоты быстроты драйва мажора полотно the gumbo variations 13 минут яростный совершенно джаз роковый фьюжн импровизации гитара саксофон саксофон яна андер вуда здесь играет можно сказать пародию на джона калтрейна на самом деле это не пародия в том же духе просто но с таким зверским звуком и зверской подачей что я не знаю что бы сказал калтрейн если бы услышал это соло но при этом все это мелодично все это точно все это не грузит и никакого абстракционизма все очень здорово очень музыкально it must be a canal последнее произведение на пять с половиной минут это с одной стороны сложно с другой стороны здесь все вообще очень просто для того чтобы для слушателей все очень просто дико красиво очень много очень плотно но это уход уход джаз фьюжн группы в современную симфоническую музыку и все это вместе в таком коктейле просто рот открыть и спросить себя как разве такое бывает разве такое бывает так люди могут сыграть могут да ну вернусь я на первую сторону сонов мистер green геннесс эту пьесу за по записывал и раньше на альбоме он калмит здесь она разработана и на мой взгляд это изюмина вообще вот это пластинки hot red потому что тут так меняется все как я уже говорил в начале каждый такт несет что-то новое что-то интересное меняется ритм меняется гармония меняется меняется все меняется мир вокруг тебя когда ты слушаешь эту штуку с невероятной скоростью играет я над рвут на фортепиано и это не кажется фортепиано это кажется какими-то неземными звуками откуда-то льющимися при этом все очень гармонично никаких диссонансов ни одного диссонанса вообще нет все все настолько красиво просто какое-то простите за выражение золотое сечение такая сверкающая красота вот вся эта пластинка от начала и до конца здесь настолько все хорошо что я завидую тем кто никогда не слышал еще hot red и здесь совершенно незаметно такая штука что альбом то инструментальный я пошутил в начале что запас здесь поет конечно не поет поет немножко совсем поет каптон бифхард во второй вещи или да пим весь остальной почти час это инструментальная музыка но она не кажется опять-таки инструментальной отсутствие вокала вообще не смущает никак потому что так все интересно это одна из самых интересных по музыке пластинок наверное из всех существующих в условно говоря рок-музыки в том что называется условно рок-музыкой а на самом деле это просто прекрасная музыка двадцатого века так что я очень вам завидую ребята если вы не слышали еще этого альбома а те кто слышали позавидуют сами себе потому что мы это знаем любим крутим в голове повторяем у нас есть возможность все это прокручивать у себя в голове или на пластинке после этого чудовищного монолога я поставлю альбом фредди хаббарда под названием red clay послушаю и расскажу про него в следующий раз пока с вами был я пошел пить счастливо он 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 Продолжение следует...